Всем привет, с вами Дэк Снег, сегодня у нас новая очередная фигурка, сегодня у нас это Донателло или Донни. Ну, вопрос, да? Ты любишь пиццу с плесенью? Это черепаха из фильма 90-х годов, что же, давайте посмотрим на черепашку поближе, вот таким вот образом, морда у него тоже отличается от других черепах, более такая вытянутая. Что же, давайте посмотрим на артикуляцию, стопы поднимаются, опускаются, как и у других черепах. В коленях, также на шпагат может садиться, руки поднимаются вверх, кисти крутятся и голова 360 градусов. Повязка может принимать любое положение. Так что, у Донателло с артикуляцией тоже все в порядке. Кто не видел предыдущие обзоры, я ссылку кину в описании, можете посмотреть, я уже показал Микеланджело и Рафаэля. Также я оставлю ссылки, где я покупал эту фигурку, первая ссылка будет на продавца, где я покупал, остальные на других продавцов, если первая ссылка будет нерабочая. Ну что же, давайте посмотрим на комплектацию, что с этой черепахой шло. С этой черепахой шла его знаменитая трость, какой же Донателло без трости. Довольно-таки высокая, почти с его ростом. У фигурки рост 18 сантиметров. Также есть две сменные кисти рук. Похожи на Факи, потому что у них три пальца у черепах. У предыдущих были лайки, пальцы вверх, а в итоге как будто Факи. Также был вот такой вот радиоактивный материал, тут написано. Это мутаген, от чего черепахи выросли, стали мутантами. Также в комплекте шла сменная повязка фиолетового цвета. И два кусочка пиццы. Вот вся комплектация, которая шла с черепашкой Ниндзя с Донателло. Ну что же, давайте посмотрим на черепашку Ниндзя со стороны, под музыку. Вот такой вот у нас сегодня был обзор. Это был у нас сегодня Донателло на обзоре. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на сам канал. Пишите свои комменты, буду рад читать. Всем хороших фигурок. С вами был Дэк Снег. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok